Так, Коль, пошла запись. Ирочка, представь, Николай Николаевич Непомнящий, скажи, крупный писатель современности, скажи, написал 300 книг, путешественник, скажи, скажи, давай, нет, пусть скажет. Пусть барин хочет, ну ладно, лучше. Да. Говори. Николай Николаевич Непомнящий, правильно? Да. Путешественник, писатель, журналист, африканист. Африканист, писатель, журналист, писавший сколько книг? Около 300. Около 300 книг. Представляете, какой масштаб научного изучения и личного опыта. Вот, сейчас есть возможность выиграть в лотерею три книги, с которых кто-то будет счастливчиком, счастливым обладателем одной из трех книг. Почему одной? Ну, их три, ну, три человека это может быть. Ну, не одна может. Так, Коль, слушаем тебя теперь. Пару слов буквально. Тут совершенно я, не глядя, взял с полки, где у меня свободные лишние экземпляры, три книжки, ну, вгадь, как получится вот так сыграть. Вот, и получилось любопытно довольно. Такой в разные стороны абсолютно пошла тема. Вот, значит, первая книжка, кому-то достанется, 100 великих загадок Крыма. Это вообще серия издательства «Вечерь», она посвящена загадкам и тайнам, всевозможным, самым, ну, загадкам таким, ну, которые всех волнуют, великим, так сказать, тайнам. Вот, и сюда как раз подобрались вот эти вот три книжки. «100 великих загадок Крыма». Я Крым очень люблю и никогда его не предавал, в отличие от многих своих современников. Вот, и его бороздю, или бороздю, как сказать, бороздить в первом лице, я даже не знаю. Тоже сказали. Лучше. Вот, и поэтому посещаю, да, ну, это очень посещаю, это очень как-то, ну... Изучаю. Нейтрально, да, тут изучаю и люблю, так скажем. Вот, и решил сделать книжку о загадках и тайнах Крыма. Вот, так что вот, если кому-то специально именно эта тема волнует, пожалуйста, прошу. Вот, вторая тема «100 великих кладов». Кладами очень давно занимаюсь, еще когда вокруг света работала. Там я почти 25 лет продавал, от рядового, как бы, редактора от зав. отделом до главного редактора. Фактически, без времени, вот это вот кошмарное. Самые тяжелые коды достались. Вот, и занимался там кладами, кроме прочих загадок и тайны, набрал приличное количество, хотя никогда не увлекался кладоискательством, честно скажу. Меня просто интересовали успехи других. Вот, как кому везло в этом деле. А везло вокруг очень-очень немногим. Вот, это все были мои такие... Это все были мои друзья, в общем, знакомые. Вот, и у них я набрался информации и из западных источников. Переводил очень много, благо, языками владею. Вот, и сделал такую «100 великих кладов», такую скромненькую на 100. Складов тут можно было 500 сделать, 300. Вот, тоже, если кому-то персонально интересуют клады, ради бога. И последняя, значит, книжка. Это особое, как бы, мое детище, потому что я очень увлекаюсь на сих пор криптозоологией, то есть загадочными животными. И в Африке посвятил этому много времени, хотя ехал туда, естественно, не из-за этого. В советское время такое невозможно было себе позволить. Ехал переводчиком с геологами на год. Попутно искал всяких там загадочных. Макелембембе, там, Чепекве и прочее. Даже произносить трудно эти названия. В этих странах они до сих пор как бы существуют. Вот, но почему-то их никто не ищет. Даже на Западе люди, западные ученые тоже почему-то. Хотя очень много о них пишут, говорят, но экспедиции очень мало, потому что очень дорого. И вот я сделал такую подборочку уникальную по поискам загадочных животных. Это вот тоже для таких активных поисковиков, кому-то может быть интересно. Не буду отвлекать драгоценного лекционного времени. В общем, думаю, что от этих книжек вы получите удовольствие. Если что-то отдельное еще, какие-то темы вас волнуют, у меня есть книжки и на эти темы. Но я так не очень могу ими так разбрасываться, потому что их очень мало. Авторских экземпляров дают по 10 штук, а гонорар вообще не платят. Так что это все как бы только удовольствие мне и вам, чтобы приятно. Удовольствие тебе и им. Да. Всем удовольствие. Я бы прям взяла, если можно. А вы уже как бы... Нет. Вы уже отгадали? Нет. Загадай ей загадку. Не, я не отгадаю. Ладно. Загадку до чего. Так, друзья мои, кому первая книжка? Давай, говори. А мне сколько уже можно дарить? Ну все. Давай, дари. Так, давайте так... Лишай еще. Первую. Давай, дари, дари. Быстрее. Куда? Кому? Криптозологи. Вот. Вячеслав. А вот уже две книги получили. Гуртов. Крым, да? Да. Если можно. Да. Благодарю. И кладов. Кладов. Кладов не надо никому. Так, отдай женщине клад. Как ты мог? Кому как вы везете. Кому как вы везете. Спасибо. У меня отсушили.